Всем привет! Это Шуваловские Вести и моих ведущие Павел и Лиза. Обо всем самым интересным в Шуваловской школе. За несколько минут. Поехали! У шуваловцев есть отличная возможность учиться у лучших. В конце октября урок для будущих предпринимателей по финансовой грамотности провел Михаил Валерьевич Мамута. Показываем, как это было. Я уже сказал, мы такой банк банков, который следит за всем, что происходит на финансовом ренте. Не рискуйте последними деньгами. Вообще глобальное правило говорит, что до совершения любой сделки нужно подождать хотя бы три дня. То есть, если сегодня вы решили что-то сделать, завтра вы это обдумали и, может быть, передумали. Послезавтра вы либо совершили эту сделку, например, взяли кредит, либо отказались от этого. Проверять лицензию. Очень часто деньги привлекают вообще компании, у которых лицензии нет. Забрали и ушли. Где можно проверить лицензию компании? У нас на сайте. Есть сайт cbr.ru. Там есть список лицензий всех компаний. Ну, например, 100 тысяч рублей доход семьи. Надо откладывать, рекомендуется, хотя бы 10 тысяч рублей в месяц. То есть, 10%. Вот это вот минимум 10% это то, что чувствительно, то, что заметно. Это значит, что за год человек накопит, ну, как минимум, больше, чем то, что он зарабатывает за один месяц. Есть возможность откладывать больше, значит, больше. Ну, рекомендуется делать хотя бы 10% в месяц. Важно иметь цели. То есть, понимать, зачем вы сберегаете, зачем вы копите деньги, чего вы хотите добиться. Вам кажется, что пенсия – это что-то, что никогда не наступит, и вообще это не про вас. Но на самом деле она наступит, и к этому надо тоже готовиться заранее. Поэтому стоит думать и про долгосрочные сбережения, которые вам позволят когда-то жить безбедно, не думая о том, кто будет вам помогать, потому что вы сами себе помогли. Заранее сформировали определенный запас прочности. И вот такие цели, она может быть не одна, но очень важно, чтобы вы об этом думали, и чтобы вы занимались хотя бы небольшим финансовым планированием. Разделяйте риски, разделяйте инструменты. Не вкладывайте, по-простому говоря, не складывайте все яйца в одну корзину. Профориентационные мероприятия прошли и для гуманитариев. Преподаватели, студенты Высшей школы экономики провели для наших лингвистов квиз и лекции. Какие вопросы больше всех удивили шуваловцев, узнаем на следующего сюжета. Сегодня в актовом зале собрались лингвисты старших классов, чтобы показать свои знания в языковом квизе «Своя игра». А что нового вы о ней узнали и какие вопросы были самые интересные, сейчас мы у них спросим. Мне очень понравился вопрос про идиомы. Было очень интересно покопаться, вспомнить и найти русские аналоги английским старым идиомам. Мне очень понравился вопрос про разницу между британским и американским английским, потому что я сама люблю съесть этот вопрос, и некоторые вещи мне были в новинку. Меня порадовал высокий уровень языка, который продемонстрировали школьники. Они отвечали на вопросы без заминки, они понимали все, что их требуется и сами использовали довольно богатый и довольно беглый английский язык при ответах. Так что их язык можно только похвалить. Ну и, конечно, идеи, с которыми они выступали, тоже мне конкуренции, тоже очень порадуют. Спасибо большое за такое содержательное выступление. Оно помогло нам взглянуть на язык с новой стороны и развить свои коммуникационные навыки. Надеюсь, в нашей школе будет побольше новых гостей. Ждем вас с нетерпением. На прошлой неделе в Шуваловской семье мы приняли 310 первоклашек. Они уже два месяца изучают науки. Вливаются в школьную жизнь. Сейчас мы покажем вам кадры в цех посвящениях. Очень хороший концерт. Очень было приятно, что это все сделано силами школы, что свои же дети, свои преподаватели, и все выучено и обучено все это в школе. Очень приятно было смотреть. Спасибо большое за концерт. И еще придем с радостью. Большое спасибо школе, большое спасибо педагогам. Нам очень приятно было видеть наших детей, которые еще совсем недавно ходили в детский садик. А сейчас они уже такие взрослые, уже первоклассники. Совершенно потрясающая программа. Очень красиво исполнены сказки. Великолепные костюмы. Это чудесно. Я расплакалась реально. Это, мне кажется, для каждого родителя первый класс. Но он неповторим. Это как рождение ребенка. Можно сравнить. Очень понравилось. И стихи читать, и сказки показывать. А сказки народные непростые. Это не просто сказки о животных. В этих сказках заключена самая главная мудрость народная. Как надо друг к другу относиться. Как надо дружить. Как не надо делать. Я думаю, они вас многому научили. Нас наградили медалями. Это знак, что мы уже ученики. Мы будем учениками все детство. Это значит, что мы должны всегда помнить, всегда хранить наши медали. И через много лет посмотреть на эту медаль, чтобы вспомнить, какие наши были учебные дни. Новый этап школьной жизни начался у пятиклассников. Да, теперь они пополнили ряды средней школы. Что они подготовили на свое посвящение, смотрите прямо сейчас. Сейчас надо прилагать все свои силы, чтобы по всем предметам понимать программу, закреплять программу, узнавать новое. Я буду лучше учиться, так как впереди взрослая жизнь. После речи нашего директора я понимаю, как себя надо вести на уроках и что ты должен быть ответственным. Именно в школьные годы мы заводимся настоящими друзьями. Школьная дружба, она самая крепкая и на всю жизнь. Поэтому я желаю вам сегодня найти здесь настоящего друга. Мы понимаем, с нами трудно и каждый день как экзамен. Но мы вас всех очень любим. До скорой встречи глазами. Я стояла вместе со своими одноклассниками на сцене, и мы пели песню из фильма «Электроник. До чего дошел прогресс». Я очень рада, что я стала членом средней школы, потому что можно теперь ходить в буфет на все перемены, гулять по школе, и появились новые предметы. А ведь посвящение ждет и нас в следующем году. Так, стоп. Какое посвящение? Мы же в девятом классе. В ученики старшей школы. Нынешние десятиклассники очень долго готовились к этому дню. Тогда давай смотреть, что из этого получилось. Жить, ребята, надо так, чтобы небо не коптит. Живите активно, а мыслите, пожалуйста, позитивно. А потом вы замыкаетесь. А это мы не согласовывали. Но мы же не вернемся. Ну и не возвращайтесь. Интересно, чтобы вы дружили, чтобы школа правда была каким-то местом, куда вам хотелось возвращаться. И я точно знаю, что пройдет какое-то время, вы обязательно оцените. У нас правда лучшая школа, лучшие учтения, и вы у нас самые лучшие. Спасибо за это посвящение. Мы вас очень любим. Молодцы. Было очень круто. Я думаю, всем понравилось. И у нас огромный заряд энергии и позитива. Люди сплотились благодаря тому, что они готовили номера, сценки, песни, танцы. Так же, как и мы. То есть те, кто... и люди из разных классов тоже сплотились. Это очень хороший опыт. На этом все новости. Следите за событиями нашей школы в социальных сетях. И не забывайте про сердечки. Хорошего настроения. И хороших оценок. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok